Добрый день, дорогие друзья! Мой нынешний собеседник – удивительный человек, которому в марте месяца этого года исполняется 91 год. Это Анатолий Васильевич Веселовский, лауреат Государственной премии, еще СССР, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени и множества медалей. Анатолий Васильевич, вот скажите, пожалуйста, как все начиналось? Как вы попали в наш город? Где родились? Что закончили? Родился я в небольшом городе Граховце. Город старинный, он появился на 25 лет моложе Москвы нашей, на берегу реки Клязьма. Значит, кончил в 41-м году первый класс. Занимался чем? Занимался тем, что как-то мы тут с ребятами пошли ловить рыбу на Клязьму. А вот дело было как раз в день начала войны. Мы пошли пораньше, половили там что-то такое, и идем, подходим к дому, и вдруг видим такую вещь. Мужчины курят самоделки сигареты, женщины плачут. Мы спрашиваем, а в чем дело? Началась война. Какая война с немцами? И вот в 50-м году, когда были экзамены, в то время экзамены были 11 экзаменов, надо было сдавать. Значит, я все сдал. Все экзамены я сдал на пятерки. Ну, к сожалению, когда вопрос стал о том, что, значит, она была твоя медаль, значит, лежу, мне присудили серебряную медаль. Значит, я стал думать, куда теперь поступать. Куда поступать. Ну, я, в общем-то, когда был еще небольшим парнем, у него все время техника меня интересовала. Я в 7 лет как-то оказался так, что мама там работала на швейной машинке, и жаловалась, что плохо стала работать, что там загрязнилось, то все. В 7 лет я ее разобрал, мама пришла на обед, ты что делаешь? Я говорю, да вот, собираюсь машину привезти в порядок. Ты сможешь? Смогу. Ну, смотри, а то будет плохо. Я решил поступить в Московский авиационный институт. Благо, там были у меня родственники, которые можно было в них переночевать. Приехал туда, меня поспрашивали, сказали, ну что, у тебя медаль есть, мы тебя, значит, зачисляем, но надо пройти медкомиссию. Когда было объявлено, что в колоннам зарядом все равно проводы будут встанены, я тут с ребятами говорю, ребята, кто пойдет? Ребята говорят, да там, наверное, толпа будет, народу, там шут, я знаю, мы вдвоем. Ну, значит, поскольку было холодно в то время, было много снега тоже, я просил одного товарища, у него были большие ботинки где-то 45 размера, все, что можно было надеть, себя надел, цепил и доехали мы до кольцевой дороги. Оттуда было, ну, там пускали людей, надо было идти в центр, ну, мы шли-шли, дошли мы до Трубной площади. И там, стоп, рома, стояли машины, солдаты там сидели, сказали, что на сегодня все окончается. Кончается больше время позднее, где-то было часов девять вечера. А как, наверное, завтра? А завтра теперь только представители от организации. Вдруг смотрим, там полковник какой-то командует солдатам встать. Они встали, три ряда, друг друга за поляса взялись и шагают навстречу. Вов, 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 вов. Вот там какой-то молодой мужик, буральцы покажем силу народную. Рванули, иначе солдат солдат русских дали и вперед пошли. Добегаем, там уже поворот. Там стоит полковник, КГБшник. Ребята, становитесь, будьте добры, мы вас пропустим, только ставитесь по два человека и идите. Мы человек сорок, наверное, пролезли. Значит, прям, ну, иди заходите. Мы заходим туда, заходим туда, печальные, конечно, вины. Посмотрели, там наши руководители рядом стоят. Значит, на возвращении стоит гроб с телом покойного. Вот, у всех слезы, значит, стороны головы, стороны ног обходили, кланялись, плакали все. Значит, ну, вот, поклонились. Дальше, что я сел на метро, поехал домой. А у нас там как раз было, у нас там было военное дело, начиная со второго курса. И нас готовили специалистов, даже мы военные сдавали экзамены потом, и так далее, были на практике. И давали нам звание, младший лейтенант. Вот. Но там военные ребята были очень серьезные. Сказали, кто пропустил, допустим, занятия, должен идти к замдиректора по учебной работе, докладывать, в чем дело. Значит, мы без его разрешения не допускаем больше. А тот был тоже очень жесткий был товарищ, который два раза пропустили. Отчисляли. Отчисляли. Отчисляли в институт. Я решил к этим полковникам заглянуть. Пришел, на жены, что-то болтаю сидят. Я говорю, товарищ полковник, можно вас... Что у тебя? Понимаете, я пропустил вчера занятия ваши. Пропустил идти к замдиректора. Вы знаете, я был на проводах Сталина. Ты был? Был. А ну, садись, рассказывай. Значит, у нас была очень хорошая самодеятельность. Самодеятельность была очень хорошо поставлена. И желающих было довольно много. Я почему-то туда чувствую, что, наверное, я так не смогу ничего сделать. А мой приятель, значит, который со мной вместе спал, он туда подался. Он сам с Урала был. Вот. И как-то потом получилось, они концерт нам давали. Вот. Лежу вон с этой вот девушкой, которая, значит, и говорит, Толя, ты за нее хочешь? Говорит, да, мне очень нравится. Как ее зовут? Майя. А фамилия? Кристалинская. Она так поет хорошо. Говорит, ну, молодец, хорошо. Дай бог, она пела хорошо. Потом как-то получилось так, что еще был концерт какой-то, где мы давали. Мы там сидели. И кончили где-то часов в одиннадцать вечера. Ну, Анатолий говорит, слушай, я поеду ее провожать до дома. Черт его знает, сейчас на метро поедем. Давай, давай, поехали мы с ним. Конечно, станции доходим. Она говорит, ребята, спасибо, я тут добегу. Ну, сколько донут? Да, 150 метров, не больше. А народ ходит. Только говорит, нет. Значит, давай мы тебя дойдем до дома. Довели до дома. Она говорит, ну, да, заходите, я вам с чаем угощу. Майка Кристалинская училась на факультете экономическом. Мы учились 5,5 лет. Она училась 5 лет. Через 5 лет ее отправили за Урал. Вот. И там она начала тоже петь. Она с подругой своей туда поехала. И в это время она, что в Москве, как раз был 47-й год, когда она была... Когда она была... Это... Какая-то тема. Ну, выступали там всякие организации и прочее. Да. Да. Вот. И она как-то сумела уговорить, что она съездит туда, ее там послушать. Послушаю ее, и я говорю, мы тебя берем. Да. И на этом написали, что она прошла уже статистику. Вместо 3 лет она проработала полтора года, и все отпустили. И она стала певицей. Ну, вот, значит, на 5-м курсе, где-то мы занимаемся лабораторными работами, вдруг, значит, звонят туда, и говорят, вот 3 человека, весь ловкий, второй и третий. И, видите, сейчас, значит, в кабинет к адвокату. Думаю, что мы тут сделали? Вроде ничего плохого не сделали. Мы приходим туда, адвокат, значит, сидит, да. Вот, значит, дальше женщина, и какой-то мужчина не... Такой солидный дядя сидит. Нам говорит, нашим полковником, летчиком был во время войны. Ребята, вот, товарищ пришел, отобрал вас, хочет с вами побеседовать, хочет вас пригласить, работает на одном предприятии, заблаговременно хочет с вами побеседовать, и так далее, и так далее. Я даю ему слово. Он говорит, ребята, я с вашими личными делами познакомился, вы нам подходите, чтобы время не терять, вот вам бланки, заполняйте, пожалуйста, там все вопросы записаны, и, ну, что ж, откуда вы родом, что вы там, где вы там учились, и так далее, тоже напишитесь. Мы говорим, как-то странно, где мы будем работать? В Европейской части Советского Союза. Чем будем заниматься? Там узнаете. Там узнаете. Там узнаете. Что у меня спрашивает? Отрицательный ответ. Я говорю, у меня рекомендация в аспирантуру. В аспирантуру? Ну, ну что же, у нас аспирантура тоже может поступить. Заполняйте. Это я не поеду никуда. Тогда наш начальник говорит, ребята, в этой организации имеют полномочия, подписанные самыми высшими советами на нашем правительстве. Вы учились бесплатно. Так? Теперь вы должны отработать, куда вас направят. Заполняйте анкеты и все будет. Ну, сели мы там. Анкета была что-то шесть страниц было там. Два, другое, пять десятых. Все. И родители, где работают, где там. Все, 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 буквально все. Заполнили. И нам сказали. Ну, вот что. Значит, теперь заканчивайте свою учебу. Потом будет практика. В общем, практика была военная, кстати сказать. Практика была. Мы на разрыве на одном были. Но вот такого числа вы должны появиться. Приходите в медкомиссию. Мы вам напомним. Ну, вот. Я потом поехал в Граховец. Значит, там отдохнул. Потом собрался, поехал. Поселились в первый день. В первый день пошли в отдел кадров. Пошли туда. Народа сажено было много. Значит, сидим. Ну, приходит какой-то товарищ постарше, хорошо одет, нормально. И говорит, товарищи, кто из вас хочет пойти в теоретики? Все молчат. Один говорит, я согласен. Ну, хорошо. Ну-ка, давайте. Вот пару интегралчиков не возьмите. Мы сидим. Слушаем. Он минут 10, наверное, сидел. Первый интеграл он взял. Второй интеграл сидит, сидит. С него пот течет. Не ему течет. Он не берущийся. Ну, кто еще желает? Нет, никто не желает. Ну, ладно, я его заберу. Заберу. Ну, и потом, значит, вот начинается одного, другого, третьего. Доходит очередь до меня. Так. Значит, ты чем занимался? Да, я вот в факультете вооружения самолетов. Да? Записываю. Пойдешь в 9-й сектор. Я просто должен сказать нашим телезрителям, что за свою трудовую биографию вы принимали участие ну, без малого в 80-ти натурных испытаниях. На северных полигонах, в Семипалатинске, в других местах. Я вот не встречал другого человека с таким количеством командировок, с таким количеством испытаний. Это верно? В командировках я провел ну, мало, 16 лет в командировках пробовал. И не только в частях. Приходилось даже таким образом. В числе прочих я был, когда мы проверяли, как в отдельных заведениях выполняются все требования, так, выполняется ли вся безопасность, которая должна быть обеспечена. Вы шли на пенсию в 99-м. В 99-м. Это значит, у вас трудовой стаж 40-45 лет. 45 лет. Да. Ну, и вы ведь никуда от активной деятельности, от городской жизни далеко-то не ушли. Вот, написали эту книгу. И давайте еще раз скажем нашим телезрителям о том, что вот именно с вас началось становление городской общественной организации «Дети войны». Вот расскажите немножко про свою общественную деятельность. Ну, совершенно верно. Дело в том, что я был сам председателем Совета ветеранов института. Первый раз, когда мы избрали, решили, что наши дети, которые не знают эту тягость, которые были, мы пережили войну, все, что было. Сейчас ребята стали такие, что они, простите, ничего-то не знают, надо проводить им беседы. Ну, как беседы проводить? Ну, я говорю, надо пойти в департамент образования, получить согласие. Ну, вот первое заседание я провел сам. Значит, в 10-й школе. Значит, дали туда учеников и учениц 10-го, 11-го класса. Пришли девчонки и невеста на выданье, парни вышли меня на голову все, сели, уселись. Я рассказал, говорю, ребята, вот такое дело сейчас проводится в масштабе нашей страны. Мы решили вас тоже поинформировать, поскольку вы живете, слава богу, все хорошо, все у нас нормально, все бывает в жизни. Как-то послушайте, как мы пережили эти тягостные вещи, когда пережили войну, когда и голодовка была, и гибель была. Кроме того, потом восстановление народного хозяйства после войны приходилось там работать много. Вот, давайте я вам с вами, нам дали всего 45 минут, давайте я вам расскажу, вот, что, допустим, мы делали, авто вопрос задавать. Я вложусь полчаса, дальше вопрос. Я начал рассказывать, как мы там голодали, что с чего, как там убирали люди и так далее. Девчонки заплакали. Большие девчонки не ест, только заплакали. Ну вот, и дальше пошло вот, уже начали в третьем, в третьей школе проводить. Заранее вставляли планы, департаменты образования мы согласовали это дело. в следующем. Продолжение следует...